Здравствуйте, дорогие огородники! Сегодня 13 мая и мы высаживаем рассаду в теплице. Это вот первая рассада, первая теплица, которая уже фактически полностью высажена. Осталось высадить последний кустик, я его специально оставил, чтобы буквально заснять видео и сказать, что я кладу иногда в лунки и что именно положу в данный момент. Почему именно в данный момент? Потому что сейчас все равно на улице еще холодная погода и грунт еще не совсем прогрелся. И нам надо это дело как-то исправлять, чтобы у нас рассада хорошо приживалась. Для этого что мы сделали? Во-первых, мы заранее накопали ямки. То есть это дает попадание теплого воздуха, потому что солнышко было. За два дня до высадки мы уже накопали ямок и как бы у нас земля прогревалась на определенной глубине. Это раз. Потому что проливать кипятком, если маленькая теплица, можно ямки пролить кипятком, если еще не сырой грунт. Но у нас в этой теплице, например, грунт очень сырой. Вот он прямо, вот еще влаги в нем очень много. Поэтому даже полива никакого я делать не буду. То есть если грунт сухой, то понятно, что при высадке мы обязательно поливаем и так далее. Что я еще сделал? Я в каждую лунку положил немножко буквально вермикулита. Вот в этой лунке вы можете посмотреть, он есть. Что нам дает вермикулит? Вермикулит дает следующее. Во-первых, он дает благоприятный рост корням за счет того, что в нем есть кремний, который со временем становится немножко доступной для корневой системы. А кремний еще чем хорош, то есть понятно, вроде в земле он может тоже быть, но здесь мы его буквально как бы увеличиваем содержание. Он еще хорош тем, что он делает более доступным фосфор. А нам сейчас как раз вот наличие фосфора у корней очень-очень важно, потому что в холодную погоду, при холодных грунтах мы знаем, что хуже всего начинает усваиваться фосфор. А в самом начале, после высадки, даже специальные подкормки мы можем будем, и будем все скорее делать вот именно с увеличенным содержанием фосфора, чтобы у нас хорошее цветение было первой кисти, чтобы хорошо завязались у нас томаты. Что еще я делаю? Я еще немножко, буквально вот пол баночки чуть-чуть, вот такой маленькой, кладу сюда биогумусы, вот на лунку, буквально чуть-чуть, ну, наверное, 2-3 столовых ложки. Почему я делаю вот сейчас именно в лунку? Потому что по осени в этой теплице я не вносил никакой органики. То есть за 2 года до этого сюда было внесено достаточно большое количество перепрежного компоста, и все-таки пришло вроде бы время, хочется еще чуть-чуть добавить органики. Ну, я смотрю, конечно, по году, то есть по предыдущему году. Я вот видел, что предыдущий год уже, я видел, что как бы органики можно добавить. Потому что когда у нас, например, если бы у меня в предыдущем году, я видел хоть чуть-чуть жирование томатов, то это говорит о том, если мы при этом вносим органику, то органики уже вносить не надо. То есть азота достаточно, иначе если мы внесем даже биогумус или еще что-то, у нас однозначно томаты будут жировать, а этого нам не надо допускать. А мне уже можно внести. То есть это надо тоже смотреть из года в год. Все, в луночку больше я ничего вот на данный момент вносить не буду. И я немножко, конечно, это все мешаю. То есть биогумус с вермикулитом у меня тут мешается. И теперь глубина заделки. То есть ямка у меня уже здесь более-менее прогретой, потому что она стояла больше около двух суток, то есть от солнышка прогрелась. Грунт, конечно, все равно прохладный, но не ледяной. И это меня сильно радует. Что я делаю? То есть я как бы горшок примерно как бы сажу. Мне что надо? Чтобы вот буквально вверх горшочка был поверху вот основной грядки. Вот так вот. Все, глубже не надо. А у меня я ямки вижу гораздо глубже. То есть я ее, конечно, присыпаю. Опять там мешаю немножко. Грунт. Вот, вот все я поставил. Все, теперь у меня вот уже на такой высоте будет все нормально. Перед высадкой желательно за какое-то время рассаду не поливать. Дать как бы кому чуть-чуть подсохнуть. То есть, ну не полностью высохнуть, конечно, но не быть прямо вот сырым. Почему? Потому что мы либо польем, либо если у нас грунт сырой, как я говорю, что у меня здесь прямо он реально сырой, вот, либо мы польем, то у нас корневая система начинает искать влагу. То есть он чуть-чуть подсохший, и корни сразу же начнут работать. То есть впитывать в себя влагу и как бы искать ее. Потом везде дальше распространяться по гряд. Если на рассаде есть пасынки, а у меня на рассаде на многих кустах уже были прямо громадные пасынки выросли, ну потому что сама рассада, можете посмотреть, она очень коренастая. Когда рассада коренастая, пасынки растут активно. То есть солнца было много, и вместе с основным кустом растут пасынки. Понятно, что их надо удалить. Понятно, что мы удаляем тоже семидольные листья, если есть. Какие-то нижние листья, если плохие, то их тоже можно удалить. Самые-самые нижние, которые идут следующие за семидольными, иногда они бывают прямо малюсенькие, то их тоже следует удалить. Все, вот таким образом мы высадили всю эту теплицу. У нас корневая система находится в более-менее уже благоприятном грунте. И питательном, и вермикулитик есть, который дает, и кремний, про который я говорил, также дает и то, что корневая система, то есть доступ воздуха с ним лучше, потому что если грунт чуть-чуть тяжеловат, то вермикулитик вообще, он разрыхляет, естественно, грунт. Хуже от него точно не будет. Понятно, что если много, очень много кустов, то это дорогое удовольствие, но когда кустов немного в теплице, то, в принципе, это недорого, и любой огородник может себе это позволить. Конечно, прежде чем приступать вообще к высадке рассады в теплице, в теплице проводятся уже предварительные работы. Что делается? Это обязательно мы навязываем заранее подвязки, чтобы не подвязывать их вот сейчас, после того, как высажены, а уже они все были заранее подвязаны. Мы делаем, как бы стараемся делать, все по операциям. Мы сразу навязали подвязки на всю теплицу, на всю теплицу накопали ямок, то есть уже по разметкам, где точно должны быть ямки. У меня, естественно, есть чертеж теплицы. Если в теплице не один сорт, то на этом чертеже буквально есть, где каждый сорт растет. Вот я точно знал, что у меня вот здесь вот будет расти именно этот сорт, вот в этой ямочке. В следующий у меня будет расти другой сорт. И это все на чертеже. Конечно, по этому чертежу мы быстро расставляем в выкопанные ямки, расставляем уже всю рассаду. Сначала ее разносим по всей теплице, проверяем чертеж, чтобы все совпадало, чтобы никакой путаницы не было. И потом уже по этапу начинаем высаживать рассаду. Высадили, это уже следующая операция. И последняя операция обязательно прошлись, подвязали. Также, после того, как высадили рассаду, вот натягивается сначала еще дополнительно вот это вот поперечное, будем говорить, вернее вдоль грядок идущий шпагат. Именно к нему вот в последнее время я таким образом только делаю. К нему никаких колышков, ничего. А к нему уже вяжем подвязки. Подвязку вяжем просто простой петелькой, вот такой вот все. Потому что за нее мы должны потом все развязать, потянули. И вот у нас как бы все, естественно, быстро развязывается. А в эту сторону, как бы мы ни тянули, у нас ничего, естественно, не развязывается. И по часовой стрелочке, если рассада очень низкая, оборотик. Если вытянутый, то 2-3 оборотика уже сделали. Все, теперь никакой ветер у нас никуда, рассада не делается. Ни вытянутая, ни более коренастая. Вот первая теплица у меня высажена, начало положено. Осталось высадить остальные теплицы. Я думаю, что за 2-3 дня мы управимся. И рассада будет посажена. И посажена почти что вовремя. Чуть-чуть можно было, я планировал 10-го числа, но ничего страшного. Начали с 13-го, потому что холода. Но впереди, вроде, ближе к выходным обещают потепление. Вот, понятное дело, что в каждой теплице стоит обогреватель, в этой теплице стоит пушка. Вот, без этого никуда, потому что, не дай бог, мороз. Назад мы уже ничего не выкопаем, ничего не сделаем. Здесь только дополнительный подогрев теплицы. Больше ничего не спасает. У нас мороз может быть и в начале июня. Это запросто. Вот здесь вот, тем более в этой местности, в городе даже будет плюсовая. А здесь у нас уж точно будет минус. Поэтому у меня до 10-го июня обычно стоят обогреватели в теплицах. Я их не уношу принципиально до 10-го, а иногда и до 15-го июня. Пожалуй, на этом сегодня все. До свидания. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok